Форум Я еще не ездил в лагеря, поэтому сегодня будем наверстывать. Конкурсы – это полезно для детей или нет? Думаю, что полезно. Всегда опыт на сцене, опыт работы со зрителем и опыт выступления – это всегда нужно. Всегда нужно понимать, что тебя ждет. А вы в детстве участвовали в музыкальных конкурсах? Нет, не участвовал. Я музыкой занялся достаточно в взрослом возрасте уже. На форуме очень много треков. Если бы вы были участником форума, чем бы вы занялись? Я думаю, я бы пошел на актерский. Мне было бы интересно попробовать себя в этом. А именно почему? Потому что очень люблю кино, поэтому мог бы себя и в этом попробовать тоже, если что. Хотел бы супергероя какого-нибудь сыграть. Было бы классно. Какого именно не знаю, какого предложится, такого сыграю. А если вам интересно кино, почему именно вы выбрали музыку, а не кино? Ну, музыка со мной всегда. Как бы с рождения, наверное, с детства. А кино – это скорее приобретенная заинтересованность такая в более осознанном возрасте. Поэтому все-таки музыка – это основное и главное в моей жизни. С кем вы из молодых артистов хотели бы спеть дуэтом? Из молодых. Со Славой можно. Слава Марлоу. Если что, пиши. Как вы считаете, для артиста музыкальное образование важно или нет? Ну, это такой сложный вопрос. Мне кажется, сегодня есть много других путей. Но музыкальное образование, конечно, дает очень хорошую базу. А у вас есть музыкальное образование? Музыкального образования нет. Я занимался вокалом индивидуально. Где-то год, наверное, занимался. Потом сразу начал работать и как-то только работы, весь опыт и набрал. Какая история с голосом вам заполнилась больше всего? Когда за 40 минут до моего выхода я в дальних павильонах укачивал своего сына спать. Уводил его от шума, потому что там уже шли выступления. И мы стояли с ним и пытались уснуть. У меня получилось. Как вы думаете, сын пойдет по вашим стопам? Ну, ему всего два года. Пока, наверное, судить еще рановато. Но он уже очень любит музыку. Очень. И любит классную музыку. Кто и как вас поддерживали в голосе? Из моих личных. Ну, жена, моя сестра приезжала из Ташкента. Болела за меня. Мои друзья, моя группа. В общем, все, кто мне близок, все меня поддерживали. Дядя Леня меня поддерживал. А как они именно поддерживали? Присутствием, разговорами, не знаю. Без кричалок, все скромненько. Но очень сильно. Важен ли стиль на сцене? И именно какой? Ну, мне кажется, что, конечно, важен. Потому что встречают по одежке. Плюс очень важно именно иметь свой стиль не только внешне, а и музыкально, или актерски, чем бы ты ни занимался. В общем, иметь свой стиль нужно. У всех детей были кумиры в детстве. А какой кумир был у вас? Ну, я, честно говоря, у меня нет такого, что прям кто-то определенный кумир. Я слушал всю музыку разную. Поэтому я не могу вспомнить никого определенного. Но дядю Леню, я считаю, в России топ-1. Для меня, как для будущей артистки, какие вы можете дать советы? Петь метроном, я это говорил уже. Да, это... Мне кажется, это важно. Петь метроном. Да. И развивать именно что-то, привносить в искусство что-то свое. Не пытаться копировать, не пытаться делать как кто-то, а находить именно то, как ты выражаешь искусство. Спасибо. 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 Спасибо.